Никита, Фло, Эволюция, Депенденсия, Менеджмент. Никита, жги. Всем привет. Как меня уже представили, меня зовут Никита. И сегодня мы будем говорить много о зависимости в наших проектах и как с этим всем справляться. Пару слов обо мне. Я работаю инженером в компании Фло. Я люблю писать много кода, но в то же время я довольно ленивый. И это мне помогает всю мою рутину автоматизировать и использовать удобный для этого инструмент. И, на мой взгляд, управление зависимостями как раз та самая рутина, которой заниматься не очень хочется, но нам всем приходится. И достаточно сильно и остро этот вопрос встает, когда количество наших проектов растет, что домашних, что рабочих, и нам с этим всем надо как-то справляться. И приблизительно год назад, может быть чуть больше, меня как раз и настиг тот момент, когда простого использования PIP и виртуальных окружений мне стало недостаточно. И в каком-то роде то, что я вам сегодня расскажу, это весь мой опыт, который я получил за это время и которым хочу с вами поделиться. Итак, обо всем по порядку. Первое, что я хочу сказать, что когда я вообще начал погружаться в эту тему, оказалось, что вопросы и проблемы, которые волнуют меня, волнуют не меня одного. И что самое интересное, эта тема волнует людей не только в Python-сообществе, но и во всех остальных сообществах. Например, чего только стоит обсуждение VGO в Go-сообществе. Но если же говорить про нашу экосистему, то на данный момент, на мой взгляд, можно выделить несколько инструментов. Вы можете их видеть последней строчкой. И о них мы сегодня будем говорить. И спойлер, вы, скорее всего, можете догадаться, кто выйдет победителем. Но прежде чем мы начнем решать какие-то вопросы и проблемы, давайте их сначала поставим и определимся, почему, собственно, не PIP. Что мы знаем о PIP? Первый релиз в апреле 2011 года. И как можно понять из его названия, он делает одну простую задачу. Он устанавливает пакеты. Сам по себе это довольно простой инструмент. Мы все о нем знаем. Он умеет устанавливать пакеты, удалять пакеты, может это сделать из файла, может вывести нам список установленных зависимостей. Но давайте смотреть подробнее. Что мы делаем первое, когда начинаем работать над каким-то проектом? Мы устанавливаем его зависимости. И вот тут уже начинают появляться первые вопросы. И связаны они скорее не с тем, как мы их устанавливаем, а как мы их описываем. Вот простой файл с зависимостями. И кто-то тут сейчас может ворваться и сказать, насколько я неправ. Ведь зависимости нужно привязывать. Этот человек будет абсолютно прав, ведь мы хотим получать стабильное и воспроизводимое окружение. Давайте это сделаем. Но стало ли лучше? Лучше не стало. Потому что мы зачастую либо не знаем, либо забываем об этом, либо не придаем значение тому, что у зависимости есть зависимости, а у зависимости есть еще зависимости. И так можно повторять довольно долго. И проблема здесь в том, что в тот момент, когда вы где-то разворачиваете свое приложение, например, на боевом окружении, какая-то из зависимости может обновиться, которая у вас была не привязана. И вот вы выкатываете свой релиз, он протестирован, благословлен, вы думаете, что все хорошо. И тут у вас начинают падать ошибки. И продакшен в огне, вы в огне, ваш менеджер уже подгорает, вам это нужно все решать. Это довольно больно. Этого хочется избегать. Самый простой вариант, который вообще можно встретить и который очень зачастую рекомендует, это завести в своем репозитории два файла. Один файл для базовых зависимостей, потом мы их устанавливаем, используем команду pipfrees, формируем файл, назовем его log-файлом, в котором будет вообще весь список ваших зависимостей. И в принципе уже неплохо. Но давайте не забывать о том, что зачастую мы хотим описать не только базовые зависимости, мы еще хотим описать и девелопмент зависимости. Если использовать все тот же подход, у нас уже не два файла, а четыре, а мы только начали. И проблема здесь в том еще, что здесь очень много ручной работы и возможности допустить ошибку. Например, вы добавили новую зависимость в winfile, забыли ее установить, запустить команду pipfrees, где-то это выкрутили, у вас все упало. Ну, давайте посмотрим еще немножко внимательнее. Вот у нас есть тоже довольно простой файл с зависимостями. Давайте попробуем их установить. Что происходит? Pip вроде как отработал, но то ли это то, чего мы ожидали. Как мы видим, он нам явно говорит, что при установке были проблемы, но в то же время он выходит с нулевым кодом ответа. И как бы вроде как все хорошо. И если мы захотим как-то это автоматизировать, такие проверки, то вряд ли у нас это получится сделать легко, потому что зачастую мы автоматизируем на уровне кода выхода. А тут он ноль. Мы не упадем. Причем, что интересно, при помощи команды check всегда можно попросить pip проверить наши зависимости. И он даже выйдет с правильным кодом ответа. И вот это поведение, конечно, хотелось бы иметь по умолчанию. Но, скорее всего, мы его никогда не получим, потому что обратная совместимость, команда checks появилась сильно позже, вряд ли кто-то это будет менять. Но это еще не все. Вот, например, мы установили пакет requests, и он вместе притянул еще 4 каких-то пакета. Причем мы всегда можем попросить pip показать, от чего зависит тот или иной пакет. Вот, например, команда show requests зависит от чего-то 4 пакетов. Но что будет, если мы захотим этот пакет удалить? А будет то, что он удалит только request. Все остальные зависимости отставят на месте. И, конечно, это легко решить, например, пересоздать окружение, но, опять же, это лишние манипуляции. И, заканчивая, говорить о pip, помяну еще один момент. У него есть замечательная команда show. Она может вывести вам не только список установленных у вас пакетов, но она может также сказать, о какие зависимости у вас устарели. Но здесь приблизительно похожая проблема, как и у команды install. Команда show покажет вам только все... На самом деле, она покажет вам все устаревшие пакеты, а не те, которые вы на самом деле можете обновить, учитывая ваши зависимости. Но почему же так происходит? Происходит в какой-то смысле по очень простой причине. У pip очень простая логика резолу зависимости. И он не строит никакого полноценного графа. А это, на мой взгляд, довольно важная штука, которую должен уметь делать пакетный менеджер, потому что это помогает наше окружение делать стабильными. А если окружение стабильное, то и наш проект более стабилен. Но, как я сказал в самом начале, управление зависимостями может превратиться в довольно муторный процесс. Это не только из-за pip, а это еще из-за того тулинга, который мы имеем вокруг pip и вообще в экосистеме. Вот, например, неполный мой список. Тут есть pyenv для установки версии Python. Тут есть pip непосредственно для установки пакетов. Virtualenv и wrapper. Да, я немножко ретрогат и до сих пор это использую, хотя Virtualenv есть из коробки уже с Python. Zestrelizer – простенькая утилита, которая помогает с версионированием и поддержкой ваших ченжлогов. Twine для заливки пакетов на PyPI. На самом деле я могу этот список продолжать еще очень долго, но мысль у меня приблизительно такая, что не хотелось бы мне этот список еще больше расширять, а по возможности даже сократить. Если подвести какой-то такой мини-итог, то не pip, потому что мне нужен мощный инструмент, который может построить граф моих зависимостей, и мне нужен хороший и удобный тулинг. И я отправился на поиски. И, как я говорил уже раньше, в своих желаниях я не одинок. Первое, что мне попалось на просторах GitHub, это проект pip tools. Проект всего лишь на год с небольшим, старше самого pip, довольно популярный. Единственная и главная его задача – это непосредственно построить граф зависимостей. Состоит он из двух инструментов – pip compile и pip sync. Давайте вернемся к нашему примеру. Как помним, у нас второй пакет требует более высокой версии Django. И давайте попробуем запустить pip compile и посмотреть, что же получится. И, как видим, упало все ошибкой. И это очень здорово, потому что проблемы с зависимостей должны решать разработчик. А инструментарий ему просто сообщает о существующих проблемах. Давайте исправим наш файл с зависимостей, причем обратите внимание, как я это сделал. Я не просто поднял версию Django, а я, в принципе, указал своему проекту, в каких диапазонах библиотеку он должен уметь работать. И это дает мне, на самом деле, как минимум две вещи. Первое, что, например, я могу периодически запускать pip compile, и у меня будут генерироваться новые актуальные зависимости, которые подходят под эти условия. И второе, довольно важно задавать зависимости именно так, потому что все алгоритмы резола, которые существуют, лучше работают именно с таким подходом, потому что чем больше у них range того, чего они могут искать, тем они работают лучше. И если мы запустим, мы видим, что мы получили наш логфайл. В принципе, это обычный рекваренност.xt, который мы привыкли видеть. Единственное различие, что можно сказать, pip tools еще указывает, кто от кого зависит, например. Django зависит от puts, мы это можем видеть. И дальше мы можем воспользоваться либо услугами pip, либо pip sync для установки пакетов. Pip sync используют, в принципе, вообще не обязательно, но он удобен тем, что он может не только установить и обновить ваши зависимости, но он также может их удалить. И причем удаляя, он удалит и все там зависимости, зависимости, зависимости. Ну, все ли так хорошо, как я вам рассказываю? Вот, например, посмотрим на вот этот пример. У нас всего один пакет, который мы хотим установить. Это ostalutils. Не очень большая библиотека, но довольно широко используется в OpenStack. И если мы попросим pip compile собрать нам логфайл, он этого сделать не сможет. Хотя, казалось бы, там одна зависимость. И все кроется в том, какие зависимости есть у этого пакета и как непосредственно работает сам pip compile. Давайте посмотрим на это немножко подробнее. Когда он начинает работать, он анализирует, какие зависимости есть у ostalutils. Он находит пакет pbr и согласно его условиям находит нужную версию. Это 0.11.1. Дальше он анализирует пакет ostalutils. Согласно его реквариментам он также выбирает необходимую версию. Самую последнюю. В следующем раунде он начинает анализировать зависимости пакета ostalutils.internalization и обнаруживает, что тот тоже зависит от пакета pbr, но требует совершенно других версий. Он видит несовместимость и падает. Забегая вперед, скажу, что эта задача решается. Но с pip compile вы не сможете этого сделать в силу его логики. И для меня на самом деле это был таким довольно большим аргументом, почему мне не хотелось везде и всюду втаскивать pip tools. Но надо честно сказать, что инструмент довольно хороший и скорее всего в ваших проектах, да и вообще наверное в 99% всех проектов это будет работать на ура. Но также стоит держать в голове, что pip tools довольно медленный инструмент. И это опять же связано с его реализацией, потому что он делает довольно много запросов к API, он скачивает пакеты для их анализа, хотя по-честному старается все кэшировать. Также стоит отметить, что он опять же не решает проблему с тем, что мы можем забыть обновить свой лог файл. Он никаких автоматических проверок не делает, а это опять же место для ошибок и человеческого фактора. Что еще важно сказать, если ваш проект использует несколько версий Python, то pip tools вам тоже не подойдет, потому что он генерирует лог файл на основании того языка, версии Python, из-под которой он был запущен. А у нас, например, зависимости могут зависеть от версии. И последнее, что на самом деле не очень минус, но, как я говорил ранее, pip tools это только про резолф зависимости. А это означало бы, что к моему и так не маленькому списку инструментов мне пришлось бы добавить еще один. Я пошел дальше. Следующее, мимо чего в принципе было очень сложно пройти. Я думаю, вы уже все об этом слышали. Это pipenv. Проект довольно молодой. Первый коммит в январе 2017 года. Более 15 тысяч звезд на гитхабе это количество продолжает расти. Был, значит, очень известным разработчиком. Я думаю, вы все его знаете как минимум по библиотеке requests. И сейчас этот проект является частью Python Packaging Authority. Является официальным инструментом как для управления зависимостями, так и вообще в принципе управлением Python проектами. Что стоит тут обязательно упомянуть, что pipenv стоит на новом стандарте. Он приносит с собой pipfile, который призван заменить requirements.txt. И что важно здесь сказать, что pipenv, что pipfile был задизайнен для сервисов, не для библиотек. Запомните этот момент, он очень важный. К нему мы еще вернемся. Немного про сам формат pipfile. Как видите, он довольно простой, но он позволяет делать несколько очень действительно крутых вещей. Вы можете указать индекс, откуда скачивать пакеты. Причем вы можете указать их несколько, вы можете указывать свои приватные, публичные, в любом количестве. Вы должны указать версию языка, на которой работает ваш проект. И потом у вас есть две секции с описанием, какие пакеты вы используете. Причем секции две почему? Вы можете указать как основные зависимости, так и development. И это на самом деле очень круто, потому что это все в рамках одного файла. И дерево зависимости также будет строиться в рамках их всех, а не по отдельности для каждого файла. Дальше все довольно просто. У нас есть команда log, нам нужно наши зависимости залочить. После того, как вы это сделаете, в вашем репозитории появляется еще один файл. pipfile.log. Показывать я его не буду, потому что эта вещь создана роботами для роботами и человеком вообще нечитабельна. Вы просто считаете, что он существует. И все. Потом вы устанавливаете ваши зависимости. Можете посмотреть, например, их граф, что там получилось. Но тут начинается самое интересное. Потому что pipenv, он не только про установку и резолт-зависимости. Он имеет еще много чего. Он, например, может поставить нужную версию Python в соответствии с той, которую вы описали. он автоматически создает виртуальное окружение и автоматически их активирует, когда это нужно. Вы вообще забываете об этом. Он, что уже хорошо, проверяет, что ваш logfile up-to-date. Он даже умеет загружать переменное окружение из .in файла, если найдет у вас его в репозитории. Он умеет проверять ваши пакеты на уязвимости. Ну и, конечно же, он может вам выводить граффик-зависимости. На самом деле, он еще умеет очень много чего, и кто-то назовет его комбайном, скажет, что это не UnixWay, и, возможно, будет прав. Но этот комбайн очень часто бывает удобен. Имеем, что имеем. Но, опять же, все ли так хорошо, как я вам рассказываю? Давайте вернемся к нашему примеру состалутилз и проверим, а как с этим справится pipenv. И он не справляется. И ответ, почему так происходит, довольно прост. pipenv под капотом использует piptools. И вообще, если заглянуть в исходники pipenv, он использует очень много сторонних библиотек. Например, он использует safety для проверки на уязвимости. И, с одной стороны, такой подход очень хороший, потому что инструменты проверены временем, получаем функциональность, радуемся. Но, с другой стороны, получая функциональность, pipenv наследует и все их проблемы, как, например, наследует слабую логику резолов зависимостей от piptools. Но это не все, что смущает. Сегодня мы уже говорили на Lightning Talk про Black. Если вы попробуете его установить как девелопмент-зависимость, у вас ничего не получится. И вот тут pipenv абсолютно прав, потому что не существует релизной версии. Вы можете попросить его использовать предрелизные версии. Он все установит, все хорошо. Но на самом деле нет. Pipenv может либо глобально разрешить устанавливать предрелизные версии, либо никак. Вы не можете это указать для конкретного пакета. А иногда такое требуется. И если вы разрешите это глобально, то при следующем обновлении у вас прилетит неимоверное количество альфа и бета-версий, и у вас будут приключения, как минимум. На это даже существуют issues. Ему скоро стукнет годик. Но продвижений пока поэтому никаких нет. надо сказать, что вопросы с issues в Pipenv довольно больные, потому что ребята действительно делают очень крутую работу, но они очень сильно концентрированы на нуждах open-source проектов. Если, например, приходишь с какой-то хотелкой, возможно, с pull-request предложить что-то, не знаю, раньше не было нормальной работы с приватными PIP-серверами, приходилось credential их хранить в Pip-файле, то они говорили, нет, это не наш фокус, возвращайтесь позже. Потом они это, конечно, делают, но это занимает время. Еще одна очень большая больная тема. Как я говорил ранее, на уровне Pip-файла вы можете указать только одну версию Python. И если вы разрабатываете сервис, то, скорее всего, у вас с этим проблем вообще никаких не будет, потому что обычно наш сервис работает на четко определенной версии языка. Если мы ее обновляем, это что-то прям невероятное. Но если вы разрабатываете библиотеку, то вам нужно поддерживать несколько версий языка. И Pip-Enf с Pip-файлом вам в этом не помощник. Продолжая вообще еще говорить в библиотеках, стоит упомянуть, что когда мы разрабатываем библиотеку, нам нужно ее как-то запакетировать и отправить на PIPI. И для этого мы используем SetupPy. Там мы можем описать как метаданные нашего проекта, так мы там можем описать его зависимости. Но проблема в том, что ни Pip-Enf ничего не знает про SetupPy, ни Setup ничего не знает ни про Pip-Enf, ни про Pip-файл. И получается так, что если вы разрабатываете библиотеку и выбираете Pip-Enf, вам зависимости нужно хендлить в двух местах. Это опять же проблема, потому что много, потому что вы можете допустить ошибки. Этот вопрос очень часто задают, что делать, как с этим жить разработчикам. И я думаю, они устали от этого, поэтому кому интересно, свое погружение в эту тему можно проложить по этой ссылке, там целый раздел в официальной документации. Почему так? Когда-то еще в документации Pip-Enf можно было найти упоминание про флит, что вот используйте флит, если ваш проект это библиотека. Но каким бы ни был классный флит, он не решает основную проблему, что зависимости необходимо будет описывать в двух местах. По сути, он представляет новый формат описания вашего пакета. поэтому на нем и останавливаться сегодня не будет. И если подвести такой мини-итог, Pip-Enf у него такая же слабая логика резулозависимостей, он почему-то еще медленнее, чем Pip-Tools. Я не знаю, с чем это связано, так как они используют общую кодовую базу, но если хотите, проверьте, вы очень сильно удивитесь. И довольно сильный с моей точки зрения минус, это то, что Pip-Enf вы не сможете использовать в тех случаях, если вы разрабатываете библиотеку. Вам будет очень сильно больно. Спойлер. Ну ладно. И я уже почти разочаровался, но я нашел еще один инструмент, и это Poetry. Его также можно найти на GitHub. Инструмент еще намного моложе. первый коммит февраля 2018 года. Но он уже завоевал свою популярность. Стартовал разработку тоже не менее именитый разработчик. Вы его можете узнать по библиотеке Pendulum для работы с датами. Как пишет сам автор, он вдохновлялся Cargo из Rust и композером из PHP. PHP, но... И как говорит сам автор, главная задача этого проекта это предоставить вам удобный инструмент для работы с зависимостями и пакетированием ваших библиотек. Также, что стоит еще отметить, Poetry тоже не прост, и он тоже стоит на новых стандартах. А именно он стоит на стандартах PEP 518 и PEP 517, о которых мы будем говорить дальше. Вот здесь на скриншоте вы видите PyProject.TOML. PyProject.TOML это часть PEPA 518, и если просто об этом говорить, то этот стандарт привносит нам единое место, где все инструменты из экосистемы Python могут складывать свою конфигурацию. И, например, Poetry его использует по полной программе, он здесь как описывает методанные вашего проекта, также он описывает зависимости этого проекта, причем, что важно сказать, Poetry разрешает вам указывать несколько версий языка, и это уже работает с библиотеками. И вот самая нижняя часть это про PEP 517. Эта секция нужна, чтобы PIP, если вдруг в вашем репозитории не нашел Setup.py, понял, как установить ваш пакет. В принципе, все. Но, что очень круто, что, опять же, повторюсь, в вашем проекте нужен только один файл для всего. Вам больше не нужен Setup.py, Setup.cfg, Manifest.in и так далее. Один файл, который описывает все и помогает собрать вам хороший пакет. Ну, и работы также для сервисов. Никакой разницы. Так же, как и с PEPENV, у него есть команда log, которая лочит зависимости. У вас также в репозитории появляется poetry.log.file. Вы также можете их установить и посмотреть граф. Все точно так же довольно просто. Так же, как и PEPENV, poetry умеет тоже не только устанавливать пакеты. Но стоит сказать, что poetry это не такой комбайн, как PEPENV, и он сосредоточен как раз-таки на тех вещах, на которых и говорил автор. Это управление зависимостями, пакетирование и оплават ваших пакетов на PIPI. Он также создает виртуальное окружение, автоматически их активирует, когда надо. Он может показать граф установленных пакетов, он может вам показать пакеты, которые требуют обновления. Причем, когда он будет показывать вам данные о тех пакетах, которые нужно обновить, он вам покажет только те, которые вы действительно можете обновить в соответствии с вашими зависимостями. Ну, и как я сказал, он уже билдит и заливает пакеты на PIPI. Но прежде чем мы продолжим, у нас есть тест. И он проходит. И проходит он потому, что этот инструмент не построен ни на чем новом. Ой. Он не построен ни на чем старом. Его автор вложил много сил в алгоритм резолу-зависимости. И он работает здорово. Как помним, мы остановились на вот этом шаге, когда обнаружили, что у Oslo Internalization есть несовместимые зависимости. Пойтри на этом не останавливается. Что он делает? Он спускается по версиям пакета Oslo Internalization, находит ту, у которой пакет PBR совместим с уже ранее найденным, и все. Как бы звучит максимально просто. Но если учитывать вот этот вид автора, я думаю, он положил немало сил на то, чтобы это все получилось. Я думаю, мы не знаем еще об очень многом, с чем он столкнулся. Еще, что здорово, так как я говорил, что мне не хочется разрастаться тулингом, Пойтри для меня объединил в себе несколько инструментов. Он, конечно, объединяет в себе PIP, он объединяет в себе VirtualLand, он объединяет Zest Releaser, потому что Пойтри имеет простенькую, но все же возможность управлять, версионировать ваши пакеты. Он умеет заливать пакеты на PIP, поэтому мне больше не нужен Twine, ну и, конечно же, у него очень клевый алгоритм резовозависимости. Но, как и всегда, во всем есть свои нюансы. И один из минусов, который можно назвать, с которым я сам столкнулся, это то, что так как Пойтри стоит на новых стандартах, то не все еще сторонние сервисы умеют с ним работать. Например, PyUp. Он довольно популярен. Что он умеет? Он смотрит ваши репозитории, находит там requirements.txt или setuppy, находит там зависимости, проверяет, не устарели ли они, и засылает вам pull request, например, в GitHub. это удобно, но PyUp ничего не знает про PyProject.tomal, ничего не знает про рапоэтри, как он описывает зависимости. Конечно, это все можно обойти, но об этом стоит помнить. Также отдельным пунктом упомяну баги. Так как инструмент очень новый, баги там периодически проскакивают релиз от релизы, иногда даже бывают регрессии. Но куда же без них? И подводя небольшой итог, что хочется сказать. Если вы смелый и умелый, готовы сражаться с какими-то проблемами, не знаю, заносить pull request, issues, то попробуйте что-нибудь новенькое. Что Ppenf, что Poetry стоит на новых стандартах, и они довольно интересны. И вы всегда, причем, например, в Poetry очень хорошо принимают pull request на исправление любых проблем. И за этим какое-то, наверное, будущее, на мой взгляд, поэтому лучше к этому присоединиться и, возможно, как-то на это повлиять. Для себя я однозначно выбрал Poetry. На данный момент это самый гибкий инструмент. И, например, во Flow мы будем внедрять именно его в ближайшее время. И спасибо за внимание. С радостью отвечу на ваши вопросы. Коллеги, ну, я не сомневался, что вопросы будут. Начинаем. Одна из фич, которой мне не хватает в PPNV, это наличие нескольких категорий. Они предоставляют только базовые и дев, но невозможно там какое-нибудь еще дополнительное добавить. Poetry поддерживает любое количество категорий? Нет, и это тот пункт, который тоже задается в сообществе, но это, можно сказать, такой негласный стандарт, что все инструменты определяют только две категории, основные и development. Ну вот. Пробовали вы сам OpenStack поставить Poetry, потому что у них там… Нет, не пробовал. Никита, спасибо за обзор. Вот этот последний Poetry, он поддерживает там несколько версий Python, Python, но есть ли вот такая фича, что для одной версии Python мы такой список библиотек, а для другой версии другой? Да, ну то есть это не то, что Poetry, это как бы стандарт описания твоих зависимостей. Ты для любой зависимости можешь сказать, для какой версии языка ее устанавливать, и Poetry это тоже поддерживает. Документацию можешь примеры такие найти. Коллеги, прошу. Спасибо за доклад и за то время, которое ты уделил этой проблеме. Вопрос такой, более практический, по поводу логфайла Poetry. Есть ли разница в логфайле для сервиса, либо для библиотеки в плане того, коммитить его в репозитории, не коммитить, использовать его на себя, не использовать? Отличный вопрос. Да, на мой взгляд, разница есть. Если вы разрабатываете сервис, то вы обязательно должны коммитить ваш логфайл. Таким образом вы получаете воспроизводимое окружение. Это как бы даже не обсуждается. Если вы разрабатываете библиотеку, то, например, я предпочитаю логфайл не коммитить, потому что зависимости, которые я описываю для библиотек, они как бы обычно говорят, я умею работать больше такой-то. И я настраиваю, например, на CI, что мои тесты для этой библиотеки запускаются каждый час, причем каждый час они затягивают новые версии библиотек. Это мне помогает увидеть то, что если, например, вышла какая-то сторонняя библиотека, моя библиотека с этим не работает, я это сразу увижу. Если ты закоммитаешь логфайл, то ты этого эффекта не получишь. Надеюсь, ответил на вопрос. Секунду. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Что у Poetry со своими зависимостями? Все эти инструменты поступают очень прикольно. Что PPM, что Poetry. Есть обычный вариант установить их через pip install. Тогда зависимость этих инструментов попадает в ваше окружение и могут конфликтовать. Но они еще предоставляют вариант, когда вам что Poetry, что PPM приезжает бандлом. Он как бы такой изолированный со своими зависимостями внутри, это никак не конфликтует с зависимостями сервиса или библиотеки. Коллеги, еще вопросы? Я спрашивать начну. Пожалейте спикера. Это правильно. Как вот этот бандл выглядит, когда он со своими зависимостями? Он там с собой все яйца и колеса тянет? Я, честно говоря, не помню, как это выглядит у Poetry, но у PPM сделано довольно просто. У него внутри репозитория есть папка vendor, там просто лежат копии, которые они периодически обновляют. И все. А что они там кричат? Где-то вечеринка, мы об этом не знаем. Ну да ладно. Ну что ж, если никто не хочет спросить, то я спрошу. Начнем с первого. Когда новые разработчики начинают пользоваться PPM и Poetry, первое, что они видят, это то, что Poetry быстрее примерно раз в 10. То есть PPM говорит, а сейчас мы вам локнем, и задумывается минут на много. Что ты по этому поводу скажешь? Почему оно так? Потому что Poetry просто лучше или там какие-то другие причины? Ну, я думаю, я на самом деле не знаю ответа на этот вопрос. Я могу только догадаться, что все лежит в том, что автор видел существующие проблемы, он видел проблемы Peptools и PPM непосредственно, и он их учитывал, когда разрабатывал свой алгоритм. Поэтому мы видим результат по скорости сильно лучше, чем PPM. Еще один вопрос. В начале своего драклада ты упомянул, что PPM является рекомендуемой системой для управления зависимостями. Я помню, что там был скандал по этому поводу, что на сайте PPM, где было написано про рекомендованное, слово рекомендовано убрали, потому что PPI, который Package Authority, она на самом деле ничего не рекомендовала, просто написала, что можно использовать какую-нибудь тулзу, например, PIP-env. Вот. Что сейчас по этому поводу? Оно уже официально рекомендовано или никого не рекомендуют, или что как? Ну, они все время формулировки меняют. Да-да. Довольно часто причем. Но последнее, что я видел и слышал, например, в подкастах от представителей, что они все еще говорят о PIP-env как инструменте, который стоит использовать. Но если, например, на данный момент вы откроете документацию Python.org, начнете читать про PIP и как ставить пакеты, то вы там в конце найдете абзац, что, а знаете, вот если вам захочет чего-то большего и вам будет не хватать PIP-env, то вот есть PIP-env, и мы его поддерживаем. О, вопрос родился. Здравствуй, спасибо большое за доклад. Хотел уточнить насчет Poetry. Есть ли как в PIP-env поддержка множества репозиториев, можно ли для каждого пакета указать, откуда ему ставится? И в отличие от PIP-env, работает ли это корректно? Потому что для PIP-env это корректно, не работает сейчас. Если необходимо, я могу дать уточнение потом. Я понял твой вопрос. Я не знаю, работает ли это корректно, но я знаю, что ты можешь указать вообще любой репозиторий или путь, откуда брать эту зависимость. Насчет корректности, честно говоря, не знаю. Еще вопрос. У меня там просто 4 минуты до конца сессии, поэтому ну, войдите в мое положение. Смотри. Файлы. Файлы, в которых мы указываем зависимости, в которых мы указываем локи, вот PIP-файл и PIP-проджект TOML, если я не ошибаюсь, да? Я помню, что там была какая-то темная история, что вот выбирали этот формат, который должен быть стать новым, так сказать, конфигурационным файлом, который должен был заменить requirements.txt, setup.p, и вот что-то там у них не выбиралось, и последнее, что я читал, это что с PIP-файлом поторопились, и вообще надо бы TOML использовать. Что ты про эту печальную историю знаешь, и что сейчас? Там довольно интересная история, и вообще вы можете послушать подкаст Test&Code, он был в моих слайдах, там приходил Брэд Кэнон, про это все рассказывал, и он рассказывал историю, что когда они только начинали все разрабатывать, они делали два разных стандарта, это PIP-файл, который предназначен для проектов, и PIP-роджект, который должен был работать только с библиотеками. Но потом они увидели, что комьюнити это не очень нравится, но как бы паровоз уже завелся и поехал вперед. И как он отмечает, что сейчас большинство тулов скатываются именно к PIP-роджект TOML и используют их. Например, его использует Black, вы можете найти pull-requests во Flake8 и Sort, чтобы тоже использовать PIP-роджект TOML. Выглядит все так, что будущее скорее за PIP-роджект TOML. Да, и poetry быстрее. Но когда я начинаю использовать эти системы последнего поколения управления зависимостями в PROD оказывается, что экосистема она уже как-то начинает поддерживать PIP-end. Например, берем Heroku. Если Heroku нащупает у тебя в проекте PIP-файл, то она все поставит. А если она нащупает PIP-роджект TOML, то она не поставит примерно ничего. Вот на твой взгляд, как человек, который этим пользуется, экосистема пытается поддерживать обе тулзы, или мигрирует на Poetry, или наоборот остается на PIP-envy. Как сейчас поддержкой? Ну, реальность такова, что PIP-env из-за его автора Кеннета и из-за Python Packing Authority завоевывает больше популярность. И все инструменты, в каком-то виде начинают поддерживать PIP-файл. Спойтере такого вообще в принципе не наблюдается, но никто вам не мешает, я так иногда делаю, захожу куда-нибудь, создаю pull-request и либо просто ищу спросить, а что вы думаете насчет поддержки вот этого формата. И люди чаще реагируют на это нормально. Так что все в наших руках. Да. И на этой позитивной ноте я думаю мы отпустим спикера нашими аплодисментами. Спасибо тебе огромное. Это было круто.